Ты там делаешь какой-то блык там, типа блыкаешь черным. Три, два, один, спроси меня. Всем привет, это Лиля, Лиля Недзельская. Спасибо вам за то количество вопросов, которые было задано мне. Я отвечу на самые интересные, по моему мнению. Итак, первый вопрос. Как тебе студия Талант Центр Дэн Дэнс Комплекс? В правильном ли направлении они двигаются? Да, в правильном направлении двигается Дэн Дэнс Комплекс. Студия очень крутая. Мне очень нравится та тенденция, с которой сейчас развиваются танцевальные школы. Это современные школы с атмосферой прикольной. Сюда хочется приехать, потанцевать. Это все современно, не пахнет Советским Союзом. Все очень круто, и я уверена, что Дэн Дэнс Комплекс еще покажет всей Украине свой уровень, очень хороший уровень, как педагогов, так и воспитывающих им студентов. Значит так, Лиля, во сколько... Второй вопрос. Лиля, скажи, во сколько лет ты начала заниматься танцами, какому стилю обучалась и как это было? Начала я танцевать в 22 года, так как я попала сразу в Майвэй. А Майвэй это изначально был хип-хоп-балет. То есть, грубо говоря, я начала заниматься сразу хип-хопом. Ну, это скорее не хип-хоп, такой был что-то, хореография, хип-хоп. Но мне очень понравилось, мне всегда нравилось что-то такое, я не понимала, как это называется, но такое на качах, потом я поняла, что это хип-хоп. Вот, и этим я начала заниматься. У нас взялись с сестрой в балет к себе в Майвэй. И вот мы так постепенно танцуем в балете, потом начала я преподавать. И вот так все поехало, закрутилось. Вот уже 10 лет, как я танцую. Вот это вот все. Третий вопрос. Хотела бы я открыть свою студию? Сразу скажу нет. Я не вижу в этом смысла. Я считаю, что должно быть пару качественных школ по Украине. Вот есть в Киеве, в Днепропетровске, в Одессе, во Львове, может в Харькове. Пусть они будут. Я не хочу новую никакую студию создавать. Ну, это не мое. Я не из тех, кто создает свои танцевальные школы. Я с удовольствием буду приезжать в другие танцевальные школы преподавать. Четвертый. Если бы ты не занималась танцами, чему бы ты посвятила свою жизнь? Я думаю, на этот вопрос даже многие ответят за меня. Так, кто меня хорошо знает. Так как у меня профессия художник-график. Я всю жизнь рисую. У меня вся семья художники. Я училась в художественном институте. Поэтому я и сейчас рисую, и после танцев я буду рисовать. То есть это от меня никуда не денется. И я очень люблю это делать. Я без этого не могу жить. Так же само, как сейчас, я не могу не танцевать. Поэтому я, наверное, по-любому была бы художником, иллюстратором. Мне очень это нравится. Так, дальше. Личный вопрос. Лиля, я знаю, что у тебя отношения с Димой Петровичем. С Димой Петровичем. Не мешают ли они работе? Наверное, нет. Не мешает. Потому что у нас с Димой отношения очень дружеские. И мы очень друг другу помогаем. Мне очень приятно то, что у меня есть поддержка в танцевальной школе. Я всегда могу посоветоваться с ним, потому что он лучший друг. Прежде всего для меня. Он никогда меня не обманет. Он мне скажет все, что так, не так. Да, конечно, я себе позволю иногда у него на занятия капризничать. Он меня за это упрекает. Но все терпимо. Никакого в случае не мешают эти отношения. Ничему, и не работе, и не отношениям. Вот так. Так, у кого из украинских хореографов ты бы похвалила или поругала? Не буду ни называть никаких имен. Не хочу этого делать. У нас сейчас очень, опять же, есть хорошая тенденция. У нас очень много появляется хороших думающих хореографов. Люди, которые не просто ставят хореографию, набор движений, набор звуков. А это выглядит интересно. Пусть может быть пока где-то зелененько. Но я знаю, что в перспективе через какое-то количество времени у нас будет очень сильная лига хореографов. Это очень приятно. Ну, вместе с тем, всегда, когда есть хорошие хореографы, всегда есть куча не очень хороших. Тоже не буду называть имен, это бессмысленно делать. Но такие есть, такие всегда будут, и это никуда от этого не деться. Вот так. Так, последний вопрос. Майвэй, это навсегда? Да, это навсегда. Я как собака привязанная. Я начала танцевать в Майвэй. Я, наверное, закончу танцевать в Майвэй. Мне нравится там преподавать. Мне нравится то, что мое имя Лиля Недзельская связывает с танцевальной школой Майвэй. Вообще с Майвэем как бренд. Я горжусь этим. Я надеюсь, Майвэй гордится мной. И, ну, я вот не могу. То есть, у меня была куча приглашений от других школ, пойти преподавать. Но мне, например, это не надо. Я все, что мне нужно, я получаю от Майвэя, получаю от своих студентов. Я, если куда-то нужно поехать, я еду в танцевальные школы, даю классы, делюсь информацией. Но я очень люблю возвращаться в Майвэй, потому что это уровень, и это все знают. Вот так. Я надеюсь, вам понравились мои ответы. Я старалась как можно быстрее и шире рассказать. Все, всем спасибо, до встречи в скорой. Пока.